Адмиралы Криксмарины Они думали, спорили, прикидывали разные характеристики, но всё равно у них получалось что-то вроде «Графа Шпе» по цене «Бисмарка», пока однажды не пришёл простой флотский инженер и не предложил свой проект корабля, на основе которого уже много позже наши конструкторы из World of Warships создали крейсер 7-го уровня «Мюнхен». Возвращаясь к истории с тем самым инженером, стоит отметить, что спустя четыре дня на стол командующего германским флотом лёг эскизный проект лёгкого крейсера водоизмещением 7900 тонн с трёхвальной энергетической установкой 120 л.с. и скоростью в 36 узлов. Единственной значительной доработкой проекта была замена центральной турбины на дизельные двигатели, увеличившие дальность плавания крейсера, что было одним из главных требований. Это был 1937 год, а уже в апреле следующего была подписана программа постройки 11 кораблей, причём первый планировалось заложить в ноябре 1939-го, а последний — в августе 1942-го. В реальности к началу войны на верфях только начали подготовку к закладке крейсеров типа «М», строительство которых вскоре свернули. Воплощённый World of Warships под именем «Мюнхен» крейсер в точности соответствует оригинальному проекту 1938 года, в особенности в части защиты. Бронирование «Цитадели» имеет нетипичную конфигурацию, напоминающую «Кокон». Благодаря такому наклонному расположению бронеплит возрастает защищённость жизненно важных частей корабля для снарядов одноклассников и эсминцев. Но, как известно, предназначение лёгких крейсеров в игре не в том, чтобы стойко выдерживать залпы неприятия. Одна из задач, с которой «Мюнхен» с успехом способен справиться — поддержка союзников огнём. На вооружении крейсера стоят скорострельные и дальнобойные орудия с фирменным немецким пробитием осколочно-фугасных и эффективными бронебойными снарядами. Дальность стрельбы в 16,6 км в сочетании с низкой заметностью — 10,5 км с учётом камуфляжа — позволяет крейсеру довольно успешно избегать лишнего внимания противника. Хорошая скорость и манёвренность дают возможность как поддержать союзные эсминцы на начальном этапе боя в борьбе за точки, так и уйти от более мощного противника. Высокая скорострельность ГК и снаряжение «Гидроакустический поиск» дают высокие шансы на победу в бою с эсминцами, а наличие в составе вооружения торпед в некоторых игровых ситуациях может оказаться весьма кстати. Учитывая всё сказанное ранее, одной из тактик игры на «Мюнхене» будет прикрытие союзных эсминцев в борьбе за точки в начале боя. В этом вам поможет высокая скорость, манёвренность, ГАП и, конечно, быстрая перезарядка ГК. Затем можно отойти от точки ближе к своим тяжёлым кораблям и, воспользовавшись низкой заметностью и большой дистанцией стрельбы, защищать точку и контратаковать неприятельские корабли, осмелившиеся приблизиться к вашему ордеру. «Мюнхен» также может быть довольно эффективным в разведке и противовоздушной обороне, имея на борту истребитель и возможность установить снаряжение «Заградительный огонь ПВО». Ну и, конечно, не забудьте модернизировать свой корабль и обучить командира полезным навыкам. Рекомендованные модернизации. В первый слот — основное вооружение модификации 1. Во второй — защита машинного отделения или гидроакустический поиск модификации 1, в зависимости от вашего стиля игры. В третий — системы наведения модификации 1 и рулевые машины модификации 1 в четвёртый слот. Навыки командира. С десятью очками навыков. Приоритетная цель — отчаянный суперинтендант и мастер маскировки. К командиру с девятнадцатью очками навыков добавляем ещё взрывотехник, мастер на все руки, профилактика и бдительность. Напоследок хочется отметить, что «Мюнхен» довольно несложный в освоении корабль, обладающий при этом своими исключительными особенностями. И я уверен, что играть на нём вам будет легко и увлекательно. Удачи вам, командиры! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok